Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейщий Ди и добро пожаловать в новое видео. Биткоин только что рухнул с 25 до 21 тысячи долларов. Как раз в то время, когда все инвесторы думали, что криптовалютный рынок находится в состоянии восстановления, он взял и обрушился. Почему это произошло? Потому что на недавней встрече ФРС США было сказано, мы будем продолжать повышение ставки и впредь, пока инфляционное давление существенно не ослабнет. Учитывая, что инфляция достигает 9% по официальным данным, а процентная ставка не составляет и 2%, видимо, нам есть еще куда расти в плане процентной ставки. А значит, деньги, читай, долг, будет становиться дороже для бизнеса и экономики. Рынкам это, конечно, не нравится. Кроме этого, стало известно, что ФРС США планирует удвоить скорость сокращения баланса своих активов в сентябре этого года. На все эти новости рынок и реагирует падение. Но сейчас я хочу показать тебе кое-что весьма интересное. Биткоин только что дал красный сигнал на индикаторе Гауссовский канал. Это может быть тем сигналом, который разбудит всех на рынке и сегодня расскажу тебе, что это значит. А если тебе нравится подобного плана видео, не забудь поставить лайк, это всегда очень приятно. Кроме этого, подпишись на канал, если ты тут впервые, ведь здесь я буду давать обновления по всем этим сигналам почти регулярно. Итак, это Гауссовский канал на 9-дневном графике биткоина. И только что загорелся красный сигнал вот здесь. Прежде мы делали так всего дважды. В 2018 и 2014. Тогда тоже на биткоине загорелся такой красный сигнал. Но что он значит? А то, о чем совсем мало сейчас говорят. Я вижу и знаю настроение на рынке. И этот сигнал идет в разрез с ними. Поэтому я ожидаю достаточно много комментариев, которые не будут с ним согласны. Когда этот красный сигнал загорелся в 2014 году, это означало, что биткоин уже достиг дна. И это не мое мнение и не чье-либо мнение. Это просто факт на графике. Красный сигнал на Гауссовском канале и дно на цене биткоина совпадали всегда. Ключевой момент, как долго этот сигнал оставался красным и что случилось, когда он зазеленел. Об этом мы поговорим немного позже. Посмотри на 2018 год. Красный сигнал на Гауссовском канале означал, что биткоин достиг своего дна. Просто смотри на график. Это опять же не мое мнение или мой вывод. Это просто информация на графике, с которой невозможно спорить, потому что это факт. Теперь мы снова увидели этот красный сигнал. В 2022 году прямо сейчас. Сравни его с предыдущими двумя, в 2018 и 2014 годах. Мы повторяли этот паттерн дважды в прошлом. Биткоин реагировал одинаково в обеих случаях. Поэтому, когда в прошлом появлялся такой красный сигнал, он о многом говорил для цены биткоина. Чтобы понять, насколько много, достаточно перейти на 5-дневный график биткоина и посмотреть, как этот гауссовский канал предсказывал падение биткоина. На отметке в 48 тысяч долларов он идеально предсказал падение до 17,5 тысяч долларов. Когда на 5-дневном графике, это очень важно, именно на 5-дневном графике, он переходит из зеленого в красный и отталкивается от средней линии вниз. Это сигнал краху. Это было недавно в 2022 году. То же самое мы видели в 2018. Переход из зеленого в красный, оттолкнулись от средней линии вниз и получили большой крах биткоина. Я знаю, что напишут в комментариях. Нельзя брать прошлую историю и сравнивать ее с настоящей. Это не работает и так далее и тому подобное. Мне пишут это уже 4 года существования этого канала. Каждый день. Но правда в том, что врут абсолютно все. Политики, люди, мы, но графики никогда не лгут. Один и тот же паттерн повторяется снова и снова и биткоин реагирует на него каждый раз одинаково. Вернемся на 9-дневной графике к этому красному сигналу. В это снова никто не поверит. Мы только что увидели новый красный сигнал и так было всего дважды в истории биткоина до этого дня. И каждый раз это было знаком, что дно биткоина уже было. Это опять же не мои выводы и предположения, это то, о чем нам говорит график, не более того. В 2018 году красный сигнал и дно биткоина. В 2014 году красный сигнал и дно биткоина. Поэтому можно предположить, что красный сигнал сегодня это сигнал, что дно биткоина уже было на отметке в 17,5 тысяч долларов. Вот это уже мой вывод и мое предположение. Пока еще не факт. Что же случится дальше? В 2018 году этот красный сигнал продолжался 230 дней. Но в 2014 он продолжался безумные 400 дней. 400 дней на протяжении 400 дней после того, как появился этот красный сигнал и биткоин достиг своего дна, он болтался туда-сюда в каком-то коридоре. Это было утомительно и изнурительно. 400 дней с момента сегодняшнего красного сигнала приведут нас в сентябрь следующего года. То есть до сентября 2023 биткоин будет болтаться в пределах 30-50 тысяч долларов. Те, кто купил его за 20 и ниже, скажут, да какая разница, и такой сценарий хорош, я все равно остаюсь в плюсе. Проблема в том, что больше года хождения туда-сюда в одном диапазоне заставит огромное количество людей сдаться и покинуть этот рынок. Все будут говорить, что криптовалюты и биткоин мертвы. Но это не так. Мы знаем один секрет. И ты сейчас его тоже узнаешь. Как только красный сигнал перейдет в зеленый, а верхняя граница канала станет поддержкой, это будет сигналом, что биткоин вот-вот перейдет в параболический взрыв. Вот чего мы должны ждать сейчас. Так случилось в 2014 году, так случилось в 2018 году, и так может случиться сейчас. Для меня целый год нахождения в узком диапазоне цены – это счастье. Для большинства это разрушение и страшный сон. Итак, у нас красный сигнал, и о нем никто не говорит. Это факты, которые тебе нужно знать, и поэтому я тебе о них и рассказываю. Хочешь не пропускать обновления по этим фактам? Подпишись на канал и нажми на колокольчик. А меня зовут Богатейщий Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!